Приветствую вас. Чтобы завоевать девушку, чтобы задрессовать ее, ну нет фундамент. То есть, некий такой базис, где человек чувствовал бы себя, скажем так, максимально комфортно, максимально непринужденно, и где раскрылись бы его как креативные творческие стороны, да, то есть, человек проявлял, чтобы проявлять себя не в виде защитных механизмов, а именно как личность, так и начались бы проявления нравится-не нравится, то есть, ну человек вращал бы свою симпатию или нет. Соответственно, у вас есть притязание на близость в общении, то есть, вы хотите близость, а она этой близости и не то, чтобы не хочет, ну, пока, скажем, не очень уверен в этом. И первое, что вам нужно сделать, это найти такую форму общения, в которой ей было бы комфортно. Если это знакомство, то есть, ну, просто общение как знакомые, да, хорошо. Если это дружеское общение, хорошо. Ну, найти такую форму, где ей было бы удобно. Как только, и если эту форму вы найдете, то это будет базисом для дальнейшего сближения. Тут я соглашусь с Галиной и скажу, что на этом базисе нужно человека узнавать, стараться понять, что ему нравится, что ему не нравится, и оказывать знаки внимания. Для того, чтобы сблизиться с любым человеком, неважно, кстати говоря, без каких отношений, личные, дружеские, неважно, кто перед вами, мужчина или женщина, нужны лишь только две вещи. знаки внимания и много времени. Если девочка увидит в вас надежного, интересного, разностороннего, вежливого мужчину, то при наличии потенциальной симпатии к вам, она начинает ее к вам проявлять. Надеюсь, нужно оговориться, что у девушки такой симпатии может и не быть к вам. То есть вы можете быть сколько угодно хорошим, вы можете быть сколько угодно умным, вы можете быть сколько угодно уверенным, обходительным, надежным, вообще идеальным, собственно говоря, машинным. Но если у девочки нет к вам чувства изначально, а так бывает, то они у нее и не важны. И максимум, что в этом случае у вас будет, это позволение с ее стороны себя любить. Но это чревато тем, что при наличии у нее чего-то по-другому, ваши отношения тут же закончатся. И женщины очень не любят, когда к ним внимательно, то есть вот она, допустим, сказала вам мимоходом о чем-то. Ну, то самое, что ни на что угодно. Например, вот она, допустим, любит или давно не видел, не ел, чего-то не пробовала, не смотрела. Ей будет очень приятно, если вы это внедапно, неожиданно ей дадите. Лишь она вообще любит сюрпризы. И, соответственно, сюрпризы помогут вам вызывать у нее эмоции к вам. И эмоции положительные. И, соответственно, ассоциации приятные. И вот это создатся все условия, как я уже говорил, для выражения потенциальной симпатии. Наверное, на этом можно закончить, потому что ответ на ваш вопрос дан. Могу только сказать, что нужно быть упорным, не сдаваться. Раз за разом пробовать. Но пробовать как? Имея базис, имея фундамент, аккуратно стараемся расширить график границы. Смотрим внимательно на реакцию девушки. Если видим, что ей не нравится, то уже отступаем. Если видим, что кто-то воспринимается ей позитивно, продолжая. И вам необходимо стараться сделать человека счастливым, то есть девушку. Вам необходимо для нее делать какие-то вещи. И ничего не требовать. Понимаете, отсутствие давления с этой стороны позволит девушке понять, увериться в том, что то, что вы делаете, является искренним, ответным, а значит настоящим. И это может вызвать ответную реакцию. Но необходимо быть готовым всегда к тому, что это просто не ваш человек. Потому что так в жизни бывает. И если вы увидите, что делаете, все для нее. И девушке нравится. Ну вот нет у нее ничего. Нету к вам никакой тяги, нет симпатии. Такое бывает. Тогда припримите это и живите дальше. Рано или поздно найдется та девушка, которая оценит вас по достоинству. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Будьте благодарны. Спасибо. 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 Спасибо.